Мы с вами будем начинать тему «Берешит. Рассказ о мироздании и путь к исправлению каждого из нас», а также «Зачем есть Ельгуль Нашамот?». Так вот закончился наш праздничный период. Мы начинаем новый цикл изучения тары, круговой цикл из пяти книг. Каждый год вы знаете, что мы учим. Первое. Не знаю, как еще приблизить к себе. Как мне, может быть, звук увеличить? Тут все увеличено. Ну вот это максимум, что сейчас дает компьютер без наушников. Я очень боюсь, я сядю на наушники, которые у меня вот тут вот, они могут не давать звук. Так что будем так говорить. Если слышно, то попробуем. Итак, книга «Зор» объясняет, что в слове «Берешит» скрыт секрет всего мироздания. А во всей книге «Берешит» находится путь к исправлению этого мира. Также в книге «Берешит» и в этой недельной главе скрыт рассказ о жизни каждого из нас. Каждый человек, каждый из нас – это маленький мир. А когда человек чувствует себя миром таким большим, да, и все время говорит о том, что вот у него есть, и я сделал, и я могу, и все моими силами, и все мое, вот именно вот это большое, вот это я, вот этот мир, оно на самом деле делает человека маленьким. А когда человек чувствует себя маленьким, когда он говорит, а вообще я тут вообще при чем, все от Всевышнего, все идет от Него, именно в этот момент он действительно является миром. Слышно меня? Слышно? Очень слабо. Я не знаю, я не знаю. Давайте я еще раз попробую одеть наушники, если что, я их сразу сниму. Да, вы мне покажете. Одеваю наушники, если получше, получше. Итак, все, что есть в этом мире Всевышний, слышно меня? Слышно? Алло? Слышно? Слышно или нет? Да или нет? Не отвечаете. Окей. Все, что есть в этом мире, Всевышний извлек из ничего, да, того, что мы называем Эйн, Айн, и превратил в Еж. Так же, окей, так же, окей. Слава Богу, не хуже. Когда мы из ничего сотворяем что-то, да, Всевышний извлек из полного абсолютного ничего, некую нематериальную, отлично, отлично, слышно, лучше, отлично, Извлек из абсолютного ничего, некую нематериальную, созидающую энергию, которая готова принять форму и начать действовать. После создания, созидания этой энергии, Всевышний уже ничего не творил, а он только формировал и делал. Медленно проходит сообщение, звук есть, отлично. Отлично. И вот у нас есть энергия, созданная Всевышним, и больше ничего Всевышний не творил. Он взял имеющуюся энергию, из нее начал формировать и делать, и извлекать все существующее, все, что есть. Преобразовывая эту энергию, он начал ее облачать в различные формы. Хорошо, что можно слушать. Небо и земля были преобразованы из двух разных видов материи. И только они были созданы, а все остальное было уже преобразовано. И эта материя называется тогу. Тогу – это пустота. А форма, в которую потом облачилась эта тогу, называется вогу или богу. То есть мы слышим вогу, или на иврите, да, богу в этом материальном обличии. Создал из пустоты, из тогу материальность и сделал существующее из ничего. И сказал Всевышней Земле – сделаем человека. И тогда Земля произвела из ее составляющих, ее составляющих веществ, тело. Подобную тому, да, как она же это сделала при создании скота и других зверей. Итак, мы с вами сейчас в самом начале года, мы совершенно не знаем, не представляем, что с нами будет в следующем новом году. И поэтому можно сказать, что мы все сейчас, на сегодняшний момент, находимся в состоянии тогу, из которого в наших силах построить вогу, да, что будет этим самым вогу, да, это та самая задача, которая стоит сейчас перед каждым из нас. Это сделать человека, да, то, что было вершиной творения Всевышнего, и для чего вообще, для кого был создан весь этот мир. Вот теперь именно эта работа, она является самой важной задачей для каждого из нас – сделать из самого себя человека. Мы с вами знаем, что многие из нас находятся в этом мире не первый раз, да, то, что называется Гильгуль Нашамот, то есть стать человеком и выполнить своё предназначение за раз, за одну жизнь, оказывается, это совсем не так просто. Меня слышно? Мне будет очень обидно, если вы это не услышите, да? Итак, есть три причины того, что ты не выполнил, и Всевышний тебя возвращает сюда, в этот мир. Первое – это то, что есть какая-то заповедь, ради которой ты пришёл в этот мир, и ты просто эту заповедь не выполнил. Второе – это для того, чтобы исполнить некий грех, который мы сделали в нашей предыдущей жизни, в предыдущем Гильгуре, да? И третье – почему нас могут сюда вернуть или возвращают, да? Мы всё сделали как надо, мы выполнили все заповеди, нигде не грешили, но всё сделали на такую вот оценочку три, да? Как вот сегодняшний интернет, он на оценочку три, потому что многие люди не смогли это слушать и ушли, и потерялись, и не смогут это услышать. Значит, что-то мы сделали не так, я сделала не так. Если мы с вами находимся в этом мире, да, и у нас с вами есть некая тяга, некое желание заниматься чем-либо, или выполнять какую-либо заповедь, значит, говорят наши источники, есть некая нехватка. Нехватка ещё из той самой прошлой жизни. И у нас есть потребность восполнения того, что тогда с нами произошло, случилось, или того, что не хватает, да? Того, что не сделано было раньше в полной мере. Почему я родилась с тягой к тому или к другому делу, да? Ведь по большому счёту каждому человеку, каждому из нас хочется быть богатым и счастливым. Поэтому можно предположить, что каждый человек пойдёт и выберет себе только специальности, где платят много денег, да? И все дружную толпу пойдут вот именно туда. Есть какие-то привилегированные специальности, вещи, всё там, я не знаю, у каждого будет банк или ещё что-то. И тем не менее у каждого из нас есть какая-то своя личная, некая привилегированная такая тяга к той или иной профессии, к тем или иным делам. И один человек хочет писать музыку, другой хочет рисовать, а третий хочет строить самолёты, а может быть четвёртый хочет учить Тору. Потому что наши источники говорят, что в выборе специальности и в профессии надо идти всегда туда, куда тебя тянет твоё сердце, или туда, куда тебе подсказывает твоя интуиция. Независимо от того, большая или маленькая зарплата, да? И это может быть потому, что я посредством такой работы в прошлой жизни что-то нарушил. Или наоборот, что именно через меня должно произойти что-то хорошее. В надежде, что Всевышний даст нам, сделает нас посланниками для хороших вещей, да? Не дай бог, не для плохих. Опять не слышно? Не говорите. Неужели не слышно? Не слышно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет? Слышно или нет? Алло? Да или нет? Слышно или нет? Молчание – знак согласия. Итак, сделал я сто процентов или не сделал, да? Надо ли поднять? Отлично, отлично. Да? Сделал я на сто процентов хорошо или надо поднять свой уровень? У нас с вами есть ещё одна возможность, отлично, которая называется гильгуль, бтох, гильгуль, да? Мы можем ещё в этой нашей жизни исправить что-то. И вот я вам расскажу один пример, как это произошло в одном местечке с некими евреями. Очень надеюсь, что вы услышите, потому что, мне кажется, это совершенно замечательный рассказ. Жил как-то один еврей. Скажем, предположим, звали его Маше. И всё в его жизни не складывалось. Жил он в одном бедном местечке и был вот бедняком из бедняков, самым бедным, самым несчастным, но этого было мало. Ему попалась жена, которая не могла выстоять в этой бедности, и всё время она на него ругалась. Все живут как люди, и только у тебя никогда ничего нет. Кстати, говорится, что гейном, да, ад, есть в этом мире, а в будущем его уже не будет. Так вот в другой истории, не в той, о которой я начала рассказывать, а в другой истории, как-то муж вернулся домой, и жена его встречает очень милосковыми словами. Дорогой, как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? Ты что думал, что тебе удастся избавиться от гейнома в будущем мире за мой счёт? Так нет, не дождёшься. Да, то есть... Ну, мы вернёмся к нашему Маше, к нашей истории, которую он начала рассказывать. И вот каждый день перед Йом-Кипуром, когда во всех домах едят много и вкусно, и перед постом делают большую праздничную силуду... Кстати, вы знаете, почему делают такую силуду большую праздничную? Это происходит потому, что в Йом-Кипур мы постимся и берём от материальности этого мира, да, чтобы в мире был шлемут, полнота всего, мы дополняем именно в трапезу перед Девятым Апом и перед Йом-Кипуром, то, что мы отняли постом. Так вот, даже в этот самый день, да, верному Маше нечего было поесть перед постом дома. И он пришёл невероятно голодный, уставший в синагогу. Мало того, что все евреи пришли в красивых праздничных одеждах, да, белые одежды с белым талисом, он пришёл в тех же самых одеждах, что он работал на своей тяжёлой работе. Он пришёл, сел, забился в уголочек синагоги. В то же время в этом же местечке жил некий раби Аврум. Человек очень богатый, очень уважаемый. И было у него в синагоге самое лучшее место в первом ряду. И в этой синагоге, и, как я думаю, во многих синагогах такое есть, был такой обычай, что самый уважаемый человек проходит со своей коробочкой табака и даёт каждому молящемуся понюхать. И вот наш Муше сидит уставший и голодный, и вдруг видит раби Аврум, идёт между молящимися с табаком. И вот этот Муше себе представляет. Вот сейчас я хотя бы понюхаю вот этого чудесного табака. Я смогу его вздохнуть, и мне сразу станет лучше на сердце. Кстати, я упомяну, что Мику Балим говорят, что есть одно качество у человека, что не потеряло своих свойств после греха падения первого человека. Мы находимся в этой недельной главе. И какое чувство? Это чувство запаха. Если вы помните, то мы после шаббата с вами делаем Авдалу. Мы нюхаем Бесамим. И говорится, что когда наша добавочная душа, что даётся нам только на шаббат, она покидает наше тело, то именно хороший запах ей облегчает боль выхода и расставания. Так вот, этот Муше предвкушает, как он сейчас вздохнёт табачку. И в этот момент Рэб Аврум проходит рядом с ним и делает вид, что он не видит его, и идёт себе дальше. И это было то, что наш Муше просто совершенно не смог перенести. И он закричал, нет, нет, нет! И в этот момент Евгрий поднялся наверх, к престолу Всевышнего. И было постановлено, что прямо сейчас Гильгуль Митапех, колесо Мазали, колесо счастья, переворачивается. И бедняк Муше становится богачом, а Рэб Аврум становится Аврумом-бедняком. Вы меня слышите или всё равно плохо? И вот сразу после ёмки-пура Рэб Аврум начинает нести большие материальные убытки. И что бы он ни делал, всё идёт ему в минус. Что недель всё новое и новая потеря. А Муше, бедный Муше, одолжив немного денег, открыв свой маленький бизнес, он вдруг начинает получать всё больше и больше прибыли. И что не день, всё больше и больше. Вот он открывает новое дело. И опять дела идут вверх. И мы-то с вами, конечно, понимаем, что ничего не бывает просто так. Ну, тут и Рэб Аврум начал понимать, что что-то не в порядке, что-то не так. И тогда он пошёл посоветоваться к Бальшемтову. Что такое? Почему? Я был хорошим евреем, исполнял все заповеди, я всегда давал дздаку, почему со мной такое случилось, почему Всевышний забрал у меня благословение. И Бальшемтов говорит ему, смотри, ты помнишь, был Йом-Кипур, и ты раздавал всем табак из своей красивой серебряной коробочки, ты раздал всем, но обошёл только одного человека, ты обошёл бедного Муше. И тогда, в тот же день, в тот же час, было вынесено постановление, что вы меняетесь своими ролями. И я тебе скажу, что у тебя есть возможность вернуть своё состояние. И если ты попросишь Раби Мойше табаку, и он тебе не даст, в этот момент колесо счастья опять перевернётся, и тебе вернётся твой мозаль. И вот наступает шабак сразу после этого разговора, креатура, и вызывает нового богача, Раби Мойше подняться к таре. И вот он идёт, и ему показывают, где читать, все почтительно расходятся, расступаются. Вся синагога смотрит на него. Но в этот момент кто-то его дёргает сзади за сюртук и показывает, дай мне понюхать табаку. Любой человек удивился бы, что это его отвлекает от такой важной заповеди, как чтение Туры. Но Раби Мойше человек хороших качеств. Он понимает, что если кто-то протянул руку и просит у него что-то, значит, сейчас ему это очень надо. И он поворачивается к нему, открывает коробочку и даёт ему понюхать табаку. Ох, как расстроился Раби Мойше. Не получилось. И вот он видит, что Раби Мойше спешит на праздничную трапезу к себе домой. И он идёт за ним и видит, что жена ждёт его за накрытым столом, и запахи из дома доносятся привкуснейшие. Вот Раби Мойше садится за стол, наливает вино для кедуша, и тут Абрум стучится к нему в дверь и просит табачку понюхать. Ну и тут Раби Мойше говорит, раз ты просишь, значит, тебе надо. И даёт ему. Ах, как же расстроился бедный Раби Абрум. Что же ему делать? И вот он узнаёт, что у Раби Мойше скоро свадьба дочки. И он решает пойти туда и там попробовать своё счастье. В тот самый момент, когда родители ведут детей под хупу, невероятно праздничный момент под музыку. Все гости смотрят на них. В этот момент Раби Абрум дёргает Раби Мойше, засёртывает и говорит, Раби Мойше, Раби Мойше, дай понюхать табачку. Раби Мойше останавливается, со женихом совсем останавливает свой путь, достаёт коробочку и даёт ему понюхать. Раз ты сейчас просишь, значит, тебе надо. Вах, Раби Абрум расплакался горькими слезами. Что же ты за человек, Раби Мойше? После свадьбы он приходит к нему и начинает рассказывать. Знаешь, Мойше, вот так и вот так вот случилось между нами. И так, и так присудил Всевышний. Я очень виноват перед тобой. И тогда Раби Мойше ему сказал, сейчас ты хочешь рассказать мне о том, что я взял твой мозаль, твоё счастье и твоё богатство? Смотри, я готов поделиться с тобой половиной того, что у меня есть, но при одном условии, что каждый раз, когда к тебе будет приходить или подходить человек и что-то просить, ты ему никогда не откажешь. Это тот самый случай, когда мы с вами понимаем, что есть возможность что-либо исправить внутри того же самого Гельгуля, внутри нашей жизни, чтобы нас не должны были ещё раз возвращать сюда, да, в той же жизни, где ты совершил ошибку, ты её можешь исправить. До этого тот, кто слышал, мы с вами говорили о трёх причинах, по которым нас сюда возвращают. И вот, что рассказал Раби Измежича, когда он поинтересовался у Байшемтова, почему и как возвращают сюда душу, и тогда вот Байшемтов послал Раби Измежича к некому озеру, сказал ему быть там в определённое время, посмотреть, что там происходит, ни в коем случае не вмешиваться в это и после этого прийти и рассказать ему о том, что действительно там произошло. Вот Раби Измежич приходит к озеру, прячется за дерево, и что он видит. Приезжает некий всадник на лошади, слезает с неё, привязывает её к дереву, садится есть, пить и после этого ложится немножко поспать. Через какое-то время он встаёт, садится на лошадь и уезжает. Но когда он садился на лошадь, у него выпал кошелёк из кармана, а он это не заметил. Через несколько минут после этого приходит туда другой человек. Он тоже садится поесть и попить и вдруг видит кошелёк. О, спасибо Всевышний за деньги, которые ты мне послал! Он встал, взял этот кошелёк и ушёл. Но вот приходит третий человек, очень бедный человек, у которого даже поесть с собой не было. Он набирается от этого озера воды, садится попить, отдохнуть. В этот же момент всадник, который потерял свой кошелёк, обнаруживает свою потерю и срочно возвращается к озеру. Он там видит сидящего бедняка, хватает его и начинает избиваться. Отдай мне мой кошелёк, ты вор! Я у тебя ничего не брал, отвечает бедный человек. Тогда он его бьёт ещё больше, ещё больше и бросает и уходит. Всё, на этом закончился рассказ. Тут Магит измеря ещё ничего не понял, и он возвращается к Бальшимтову и перерассказывает ему вот всю эту историю, всё, что он видел. На что Бальшимтов ему говорит. Все эти три человека получили то, что они получили, не просто так. Это говорит о перевоплощении их душ. Итак, что же с этими людьми раньше было? Всадник и человек, взявший кошелёк у этого всадника, они в предыдущей жизни, в прошлой жизни, были компаньонами. И тот, кто потерял сейчас свой кошелёк, в прошлой жизни украл у своего компаньона долю в деле. И тогда его компаньон разорился. И поэтому в этом Гильгуле, в этой жизни ему было присуждено получить назад свою долю у того, кто украл. В той жизни они пошли к Равину, чтобы он рассудил между ними. Но Равин был равнодушен и не стал разбираться в их деле. И поэтому это был третий участник. И поэтому он получил удары сейчас. Да, мы знаем, что есть такая заповедь делать суды. Тут мы должны понять, что вернулись три человека. Тот, кто украл. Тот, у кого украли. И тут мы можем спросить, а в чём же он виноват? Да, у него украли, он ещё виноват, и его ещё привозят опять в эту жизнь, делают новый Гильгуль. А виноват он в том, что он не смог простить того, кто его разорил и кто украл у него. И поэтому его сюда-назад вернули. А тот, кто не делал праведные суды, он не выполнял правильный заповедь, и его опять сюда вернули, да? Итак, у нас с вами есть возможность в Новом году уметь воспользоваться той самой энергией, что даётся нам Всевышним, и преобразовать её в хорошие дела. Мы сможем сделать и сформировать всё, что мы захотим. Поэтому давайте стараться делать правильный выбор. И хорошего вам вечера! Хотя было очень сложно меня слушать. Всего хорошего! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok